Для многих молодых казахстанцев программа образовательных грантов фонда БОТА стала путевкой в будущее. Героини нашего сюжета – стипендиаты этой программы из Тараза. Одни девушки еще учатся в стенах вузов, а другие уже закончили обучение и делают первые шаги в построении карьеры. Наша первая героиня – Елена Хацкевич, выпускница этого года. Лена закончила Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности физкультура. В спорт девушка попала не случайно, футбол интересовал ее всегда. И в этом виде спорта она добилась немалых успехов. В прошлом играла за молодежную женскую сборную Казахстана и даже стала мастером спорта. Я вообще с детства мечтала, что если я не пойду в футбол, то я обязательно пойду в армию. Вот и футбол появился, женский футбол, открыли его, и вот решила на нем остановиться. Самое интересное, что и младшие сестренки Лены тоже футболистки. Так старшая Евгения выступает в футбольном клубе «Шахтер», а самая младшая тренируется у Лены. Лена, еще будучи студенткой, бесплатно тренировала детей на одном из стадионов города Тарас. Увидев ее способности, администрация спортшколы предложила ей работу. Нурила Касабекова закончила Тарасский государственный университет. В программу образовательных грантов она попала в прошлом году, когда перед последним курсом у семьи возникла проблема с оплатой обучения. Грант от фонда БОТА помог ей завершить обучение и получить желанную профессию оценщика. К нам в университет пришли представители компании, в которой я сейчас работаю. Их интересовали активные студенты четвертых курсов с хорошей успеваемостью. Я прошла отбор и пришла сюда на стажировку. Позже меня оформили в штат. На сегодняшний день еще 40 тарасских стипендиатов фонда продолжают свое обучение. Наша следующая героиня – Ритца Аушева, студентка четвертого курса юридического факультета. Ритца родилась в Грозном, где из-за войны потеряла родителей. Детство девушки и ее брата прошло в Тарасском детском доме, где Ритца раскрыла в себе танцевальный талант. Свою любовь к танцам Ритца в рамках волонтерской деятельности передает теперь детям с особыми нуждами. Участникам одного из проектов программы поддержки социальных услуг фонда БОТА. Я обучаю детей, инвалидов танцем, так как я сама танцую. Конечно, очень тяжело, но стараюсь. По сравнению с нынешним годом, в 2014 году ожидается в два раза больше выпускников программы образовательных грантов. А это значит, что в стране появится еще больше грамотных специалистов из числа тех, кто не мог ранее по финансовым причинам позволить себе достойное образование. Жанара Саха, Рустем Биалов, Назгулис Басарова, Общественный фонд БОТА.